16-я армия объединения РКК, сформированная во время гражданской войны, приказом РВСР от 11 сентября 1918 года из западного участка отрядов завесы был образован западный район обороны, преобразованной 15 ноября 1918 года в западную армию с подчинением главкому с 19 февраля 1919 года. Армия входила в составе западного фронта, 13 марта 1919 года преобразована в литовско-белорусскую армию, с 9 июня 1919 года 16-я армия, 7 мая 1921 года управление 16-й армией было расформировано, а ее войска перешли в подчинение фронту. Состав. В состав 16-й армии входили 2-я стрелковая дивизия, 2-я пограничная дивизия, 4-я стрелковая дивизия, 5-я стрелковая дивизия, шестая стрелковая дивизия, 8-я стрелковая дивизия, 10-я стрелковая дивизия, 16-я стрелковая дивизия, 17-я стрелковая дивизия, 21-я стрелковая дивизия, 27-я стрелковая дивизия, 29-я стрелковая дивизия, 48-я стрелковая дивизия, 52-я стрелковая дивизия, 56-я стрелковая дивизия, 57-я стрелковая дивизия, Латышская стрелковая дивизия, Литовская стрелковая дивизия, Отдельная стрелковая дивизия войск ВОХР, 10-я Кубанская кавалерийская дивизия. В октябре 1920 года в состав армии вошли все войска 4-й армии. В декабре 1920 секунд ее управлением было слито управление 3-й армии. Боевые действия. В ноябре 1918-январе 1919-16-я армия действовала против германских войск, освобождая территорию Белоруссии и Литвы. Летом 1919 года вела бои против польской армии, отступала на Паневежском, Ладичниенском и Минском направлениях. В середине сентября заняла оборону на реке Березина, удерживая Гомельский железнодорожный узел. В марте-апреле 1920 года предприняла несколько безуспешных попыток возвратить захваченный польским войсками Мозель. В апреле, во время начавшегося общего наступления противника, части 16-й армии отошли на левый берег Березина и оставили город Речица. Во время майской операции Западного фронта 16-я армия форсировала Березину и заняла плацдарм на ее правом берегу, затем была вынуждена отойти. Период июльской операции Западного фронта заняла игумен Бобруйск, оказала содействие Третьей армии в освобождении Минска, форсировала реку Шара, освободила Барановичи, Слоням, Волковыск, Брест-Литовск. Во время варшавской операции в начале августа форсировала Западный Бук и продвинулась к Висле, выйдя на подступы к Варшаве. В результате контрнаступления польской армии, начавшегося в середине августа 1920 года, вынуждена была отступить с территории Польши с тяжелыми альергардными боями. В сентябре-октябре армия прикрыла направление Волковыск, Барановичи, Бобруйск, Минск и закрепилась на рубеже рек Шаро и Ясельда. В ноябре-декабре 1920 года вела борьбу с формированием С. Булак-Балаховича, командование, командующая А. С. Несарев, Ф. Камеронов, А. В. Новиков, В. П. Глаголев, Н. В. Сологуб, А. И. Кук, Е. Ашиловский, члены РВС, А. М. Пыжев, Е. Алибегов, С. Ябабинский, В. Селезнев, Ф. Ф. Нарвид, С. И. Бродовский, В. М. Смирнов, С. Ум. Шлихт, Г. К. Ордженикидзе, А. Ч. Дауман, А. Г. Шляпников, В. М. Мулин, Г. Л. Пятаков, А. М. О Орехов, А. Е. Стрин, начальники штаба А. В. Новиков, В. В. Сергеев, В. Баранович, П. А. М. М. А. Баторский, Е. А. Шиловский, Н. Е. Варфоломир.